Каждый трудовой год оценивается по баллам, которые исчисляются от размера белой заработной платы. Минимальная сумма пенсионных баллов, которая определена правительством с 1 января, это 6,6 балла, максимальная 30. Рассчитать свои баллы за год можно через специальный калькулятор на сайте пенсионного фонда. Так, например, если человек получает в месяц 25 тысяч рублей, то сумма баллов в год составляет 3,12. А это значит, что через 15 лет, теперь это максимальный стаж, который должен быть в период с 2015 по 2025 год, можно рассчитывать на пенсию. Раньше для назначения пенсии нужно было отработать всего 5 лет. Теперь минимальный страховой стаж составляет 6 лет. Собрать свои будущие деньги можно двумя способами через страховую и накопительную часть или объединить два варианта. Это касается в основном 67 года рождения и моложе. Как вы будете формировать свою будущую пенсию? То есть, хотите вы, допустим, все свои взносы желаете перевести на страховую часть пенсии или на накопительную часть пенсии, тогда при наступлении пенсионного возраста будет выплачиваться как страховая часть пенсии, так и накопительная часть пенсии. Или вы все оставляете, все страховые взносы оставляете в пенсионном фоне, то есть у вас будет начисление пенсии только без накопительной части. Чисто со страховых взносов будет формироваться пенсия. Назначены баллы и за социальный период. Уход за одним ребенком, служба в армии или уход за инвалидом и пожилыми людьми в возрасте 80 лет составляет 1,8 балла. 3,6 балла начисляются за уход за двумя детьми. За тремя и более 5,4 балла. Что касается тех, кто уже вышел на пенсию, то нововведения на сумму получаемой выплаты не повлияют.